Принести лекарства больным, поговорить о здоровье, рассказать, как попасть на прием к врачу, когда нет записи. Всем этим и не только занимаются волонтеры-медики с самого начала пандемии. Добровольцы встали на передовую линию с врачами в борьбе с коронавирусом, когда это потребовалось, и не испугались трудностей. Теперь пришло время помогать волонтерам. В сюжете я расскажу вам, как и чем можно их поддержать. Первые, кто встречают в городской клинической больнице номер один больных и посетителей – добровольцы. Студенты медколледжа либо медуниверситета. В колл-центре на третьем этаже волонтеров девять. Здесь уже с января не прекращаются телефонные звонки. Люди вызывают врача на дом, хотят просто спросить, куда обращаться в тех или иных случаях. Хотя, по данным медиков, на этой неделе заболевающих коронавирусом и ОРВИ стало значительно меньше, и звонков поубавилось. Шахрам Расулов заканчивает в этом году медуниверситет. Говорит, что лучшей практики у него не было. С распространением коронавирусной инфекции очень многие в России, к сожалению, ушли на больничные. И из-за этого в больницах нужна помощь, волонтерская помощь. Это бы не помешало. Поэтому я решил, что это лучше всего для меня подходит. Любой человек может быть волонтером. Чисто чтобы помочь, для этого много чего не нужно. Просто желаний достаточно. Помощь волонтеров в такое непростое время на вес золота. Но они тоже устают и тоже нуждаются в заботе. В первую очередь их необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты. Не менее важный вопрос – горячее питание. Теперь благодаря инициативе председателя Госсовета Чувашии и одновременно руководителя регионального штаба «Мы вместе» волонтеров-медиков, работающих в больницах, будут кормить бесплатно. Если волонтеры более четырех часов участвуют в работе колл-центров, лечебном учреждении, они нуждаются в бесплатном питании. Нужно это… Сейчас уже это организовано. Бесплатное питание волонтеры в лечебных учреждениях, они должны получить. Волонтеры, они должны в переворчебном палатке сдавать бесплатные анализы, ПЦР-диагностику, антитела проверять. И если необходимо лечиться, они должны в лечебных учреждениях, должны получать переворчебное лечение. По инициативе Леонидов-Черкесского, допустим, нас бесплатным питанием обеспечивают всех волонтеров. Поддержка, конечно, есть. Причем на высшем уровне, я считаю. Добровольцам выдают талоны, и по ним они могут пообедать в столовой больнице. Также председатель Госсовета Республики вышел с инициативой к руководителям вузов и колледжей засчитать работу всем волонтерам в качестве практики. А предложение к Минздраву трудоустраивать активную молодежь. Если волонтеры отработали 30 часов в лечебном учреждении, они должны получить баллы, чтобы бесплатно попасть в ординатуру. Это наиболее активная часть населения, точнее, будущих медицинских работников, тех, которых мы готовы привлечь, значит, в будущем к работе и для продвижения, в целом, всего того хорошего, что сегодня заложено и будет, безусловно, развиваться на территории Чувашской Республики. Это наши помощники, перспектива вообще всей системы здравоохранения. Мы вместе – идея, объединившая всю страну во время пандемии.